Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александра Киевская, и добро пожаловать на мой канал. В данный момент мы уже находимся на пути к очередному заброшенному зданию. Я не буду раскрывать опять карты, куда мы едем. Дима, молчи, пожалуйста, никому не говори, куда мы едем. Это должен быть фурор, это должно быть просто что-то, какой-то невероятный эффект эмоций у вас вызвать. Мы, по-моему, едем по очень плохой дороге, поэтому нас шатает и трясет. Давайте сейчас я вам покажу, как обстоит процесс. Так, знакомьтесь, все те же у нас персонажи Дима. Олег, Олег, не отвлекайся от дороги, пожалуйста, это очень важно. А че? Даня, мы отправляемся... Сколько нам ехать, ребята? 75 километров. 54 минут, сейчас посмотрим, у нас бесплатная трасса стоит или нет, потому что тут опять на выбор две трассы, платная, бесплатная, бесплатная. 53 минуты, да. Я думаю, что увидимся уже с вами на локации, потом будет немножко информации об этом месте. Пока что просто едем. Короче, перед тем, как пойти на заброшку, мы приехали на вот такой красивый пляж, просто она здесь рядом. Они везде просто есть, ладно. Я куда не приду, везде их встречу. Короче, вот такая красота. Сейчас куда-то идем в сторону, не знаю, в сторону растительности, где-то там находится само здание. Короче, это особняк торкоторговца. Все, карты раскрыты. Я еще такого здания в жизни не видела, я не была в таких домах даже. Поэтому я хочу, чтобы вы охренели вместе со мной. Блин, забыла воду попробовать на вкус, типа, соленая или теплая или какая. Сейчас мы идем по мостику. Спереди идут Дима с Олегом. Даниолу всегда со мной. Он нашел родственную душу. Мы все время жрем. Короче, у нас по левую сторону находится здание. Мы сейчас абсолютно не палимся. Но, в общем, нам нужно через этот забор как-то перескакнуть. Всем привет. А вы подписаны на мою... Ладно. Я думаю, он не разговаривает. Надо, короче, через вот этот забор как-то перепрыгнуть. Это будет не совсем удобно, потому что он весь сетчатый. И это не совсем как-то практично, перелазить через такие заборы. Ну, ладно, разберемся. А вот, собственно говоря, сам дом, наверное. А вы подписаны на... Ладно. Они не подписаны. Да, да. Это выбираем, как бы пробраться. Здесь там на территории охраны. Вот, в общем, беда. Ну, зато тут опять красиво. Какие-то высокие ростки. Хреновый из меня флорист, конечно. Ой. Едет за мной чувачок на велике. Как обычно вообще никто даже не подозревает, что мы собираемся это делать. Ага, это женщина. Сейчас мужчина поедет в Вангую. Да. А вот, собственно говоря, сам особняк. И территория его, я не знаю, ребята, может... Ну, гектар точно есть. Вот такая вот здесь история. Охраняется типа полиции. 24 часа в сутки. Когда нас это останавливало? Я не знаю. Все странные надписи на заборах. Это сволисты буквы. Говори громче, тут ветер. Некоторые буквы могут изменить свою жизнь. На пару лет. Да. Судя по небу, как раз собирается дождь. А нам желательно было бы попасть именно в дождь, потому что охрана предпочитает в дождь не ходить по территории, а сидеть внутри здания, своей будки. Поэтому это нам, наверное, на руку, если сейчас пойдет ливень. Я вообще в восторге от моря. Вчера я была в восторге от бамбука, от природы. А сейчас я в восторге от воды, которая меня окружает. Снова переоделись. О, раздача. Бамидарчики. Супер, спасибо. Что на тебя заряжается? Должно бегать? Да, должен быть индикатор, но... Он у тебя точно есть? По-моему, это следующий пауэр просто. Пауэр 100% заряженный. А, это твой. Значит, не подходит шнур. К нему, типа, не все USB эти подходят. Серьезно? Микро-USB, да. Он просто конченный сам по себе. Как я. Какой фонарь, блядь, такой и съемщик. Ай. Дороже прилетают эти листья. Мы вообще уже по дороге почти. Идем сейчас еще в другую сторону, чекнем. Вот этот момент залаза самый такой возбуждающий в плане ответственности. Нужно правильно выбрать момент расположения, время. Короче, по фэншую все расставить. Ла-ла-ла-ла-ла. Мы уже под залазом. Сейчас выбираем способ. Чуть высоковато, правда, немножко. проблема в том что мы не выглядим как туристы потому что здесь никто не ходит здесь проезжая часть это было до определенного только момента вот мы тут вообще не полимся а это речка которая когда-то вообще было сейчас это просто высохшая земля вот вот это не отодвинется часть на нас высокого заборчик так но красиво начинаем находить дырку какую-то дадим на камеру но я бы сюда бы залезла в принципе в принципе не так сложно печально я на территории я тут не провожу у меня тут голова не пролазит я вам помните говорила если голова пролазит все пролазит ни хрена не пролазит чика иди домой может спросить если у них плоскогубцы с собой смотрите природа она играет с нами уже второй день я обожаю природу в общем пока что на повестке дня не можем попасть мы сели под мостом как бомжи сидим ждем чудо может дождь пойдет копейка будет мужики с собакой вот я их снимала с собаками вот как раз прошли мимо нас сделали вид что они ничего не поняли на самом деле они-то все прекрасно поняли то и мы поняли мы друг друга поняли да да и мы лучше наверное все таки ребята выждем чтобы не нажить новых проблем каких-нибудь на свою голову у нас все равно куча времени на природе же время проводим хитрость года у тебя открыта машина вот он вот эта вертолет на площадке машины нету сильный ветер ребят вот это и есть сам дом куда мы направляемся два входа вот такая территория получается что смотри за вас открыты какой-нибудь сразу да да это мы короче территорию проверили вроде бы как там никого нету это было кстати самое логичное решение за последнее время ну вот наконец-то мне кажется этот момент настал мы кажется на сто процентов готовы совершить что-то нехорошее что я таким завоз открылся так еще надо камеры смотреть солнце прям светит на меня очень громко очень громко громко мне очень сильно солнце отсвечивает они хрена не вижу вижу точнее ну хреново солнце прям сняты Продолжение следует... 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 Всё настолько серьёзно. Всё серьёзно. Всё серьёзно. Теперь нам надо эту решётку поднять и залезть туда вовнутрь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Осторожно, блядь. Короче, мы что-то слышали, но пока никого не видели. Свет надо? Да. Свет пошёл. И всё. Приехали, блядь. 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 Короче... Я не знаю, что тут всего Сколько тут всего? ебать Поехали. Я х**ю, парцон. Не, я хочу это пробовать, бл**ь. Ой-ой-ой. Ты ну нахрен. Я даже не знаю, что все эти залы означают Это какая-то марокканская постройка вообще Это еще один бар, судя по всему, был Или танцпол, не знаю я, ребята Я вообще ничего больше в этой жизни не понимаю Стрелочка есть Гляньте, просто на эту лестницу Тут весь пол из мрамора Ладно, иду к ребятам, надо не разделяться Разделяться это самое плохое, что можно придумать в этом здании Охренеть, это боулинг Посмотрите на высоту потолков, они безгранично высокие Вот сам аппарат, который подавал шарики Ты видел, Макси, такое когда-нибудь? Я вижу, что это боулинг Вот это что за хреновина Это там нос, скорее всего, с очками Точно, точно Это же, походу, слишком давний построек Да-да-да-да-да-да-да Сколько здесь мебели Кеглей нету Шаров тоже Ну вот Так это выглядит, дорогие друзья Даже если нас примут, я не расстроюсь уже А ну что тут у нас такое? Господи, что в этих ящиках все хранилось Ага, это сама боулинговая система И как она работает Вот так вот это выглядит Автоматика Походу, лампы Это дворец, просто дворец Я думаю, может, Ширика перейти теперь на такую съемку Как раз масштабы позволяют Не смейся Не верю Не верю Здесь, Миша, где были фейпи-номера Да-да И, поэтому, этот сейф там есть наука Но Тут каждая комната чего стоит Это ж еб***ться можно Нахера ему столько места Представь, это все Я вижу Я вижу Посмотри на эти ковры О, ну что тут у нас, кстати Как погода за бортом А никого Конечно Лифт Это просто лифт в этом доме О, еще одна комнатушка Дима такой Да тут, наверное, ничего нет Стрелочки ведут Очень удобно, что везде ковролин То есть, ты не громкие звуки Вообще Звуков нет Так, туалеты Говорится о том, что это отель Может, это действительно отель На самом деле, в самом начале Когда я сказала, что это дом наркоторговца Я вас убила в заблуждение Уже по ходу прохождения этого испытания Я поняла, что это не хрена не наркоторговец Это человек, который занимался Нелегальной торговлей оружием Может, и легальной, но Все мы знаем, что в таких домах Не живут Просто и обычные торговцы оружием Я иду в Тир Точнее, я уже почти дошла до конца Вот мишени Такие древние лежат Говорят, что этот дом По совместительству был еще дом Отель То есть, сюда привозили Сюда привозили кого только можно Для того, чтобы тут поразвлекаться А еще в этом доме находили прослушки Всякие тайные комнаты И так далее На этом канале еще такого не было Вот, теперь без широкого угла Посмотрите, насколько это мрачно выглядит Это мы только обошли какую-то мизерную часть Просто самую малюсенькую часть Этого особнячища Просто очень много корпусов Я бы очень хотела забраться по этой лестнице Сейчас, наверное, так и будет Я не знаю, где ребята А, блядь По крайней мере, я их вообще не слышу Черт, где они, блядь Сейчас мы будем звонить Вот тебе и вышла И сказала, ребят, нашла клубешник И так всегда в моей жизни происходит Вот тебе и танцпол И тут, типа, как бы Этот шар висел Хрустальный Как оно все блестит красиво О, кажется, я их слышу Черт, мне кажется, оно тут провалится Может подо мной Хотя выглядит оно очень надежно Я бы тут жива Здесь на каждом этаже По миллиону туалетов Ну, честно О, пропажи Странные у них унитазы, конечно Я еще таких не видела Да, я думаю, вы тоже, блин Абсолютно новое Неразбитое Незагаженное зеркало Не зря тут охрана сидит Ну что, пойдемте И в ту дверь Охраны нету Но есть лестница наверх Тут шкафчики Сколько здесь видеокассет встал Ого, он просто целый Охренеть Кто первый? Так, тут слишком, тут слишком тесно Давайте Дима говорит, что на втором этаже номера для VIP-гостей Ой, как громко мы ходим Так, я налево, ты направо Налево нельзя Только через правое плечо Смотри Это интересная Ого, это сажает Чем она интересная? Вот, смотрите Это был просто номер Это был номер один Чтобы это не коридура Это номер Для сна И самое интересное, что за вот этой стеной Смотри Я туда не полезу Помещение для прослушки было Потому что там помещался человек из Тицки Можно отсюда посмотреть теперь на территорию Вот как раз и территория За таким мутным стеклом А тут вроде как пусто В тех еще домах не было Я думаю, необычные технические Там ничего особого Мы продолжаем наше путешествие Это реально путешествие Опа Вот это вход А ну-ка Это похоже на На сейфы Или на На емкости для хранения картриджей Да не знаю О Чарочки Вот мы в этом дворике были Кстати с вами Не так давно Я не пропустила Ты увидела? Да Это как раз Ну хранение Аудиокусет записи Да-да-да Я и думала Типа картриджи каких-то Или что-то типа Я смотрю тоже Интересно Да, все сделано Одни тайники О, это лифт Это сюда еду Здесь поднимали Я думаю, что здесь был какой-то Скорее всего Вейпи номер Которым Ну, какие-то люди Которым мы просто Ему не приносили Они поднимали Да-да-да А ну, открой вот этот шкафчик Шкафчик, блядь Что это? Это пластиковое Ой, боже-боже Чувак, нахрена тебе Все это надо было О, с гузняком повеяло Так, где это я? Тут столько ходов, ребята Тут столько ходов Ну, идемте дальше Вау Я просто теряюсь Я хочу снимать и на широкий угол На широком уголке Такое качество Блин, мне аж не нравится Последнее время Тут очень темно Очень большие помещения И широкий угол Хоть захватывает все Но картинку немного портит Ну, давайте попробуем С широким Вау Целая Как душевая даже ванная И все в мраморе Просто все нахреб в мраморе Помогите Но мне уже, знаешь, нравится Что мы хотя бы начали Говорить погромче До этого полролика Было шепотом просто Сейчас более-менее Тут одна лестница Тут одна лестница Крашу другой И реально все Просто все в мраморе Ух ты Вау Вау Ой А где пацаны? Тима, я уже забыла Как они выглядят даже Я забыла, где мой дом После этого дома Короче, я переезжаю Опа Вот это здрасте Так здрасте Это Тренажер Судя по всему А как иначе? Похоже на медкомнату Какую-то Санитарную Блин Ох ты Ё-моё Это опять будет Сейчас ролик На полдня Я даже не знаю Что все эти комнаты Значат, ребята Это необъяснимые факты Какие-то Я в шоке Просто Еще один лифт Похоже на кухню Еще одну Еще одна спальня Еще одна кухня Еще один туалет Еще одна гардеробная Ой, боже-боже Дай бог всем так жить Как этот чувачок О Вау Джакузи С видом Интересно У него это все было Изначально зарешечено Или это уже потом По факту Когда здание Стало заброшенным Кстати, это здание Заброшено около 20 лет А вот сколько лет А вот сколько лет этому зданию Блин, даже ума не привожу, честно О, да, это комната Я почему-то думаю Предполагаю, что где-то Вот это самые Крутые номера были Грубо говоря Ну это прям Это королевские номера Там хорошие вот такие Смотрите Это мне если бы в подвале Постелили Я бы не расстроилась О, сейф Я его нашла Я его нашла Вот он А там написано Что это сувенир Давай попробуем В обмене Хотя бы отнести Ну ты понесешь А я поснимаю Как ты думаешь Чем его взрывали Его по-любому взрывали Его резали Автогеном А, автогеном Да, может быть, да А бетон Выдалбливали Ну да Болбун, что-то Бетон-то несложно Фортис Это для утяжеления Бетон И песок еще должен быть Это он, то есть Был опечатан С момента Когда забросили Я думаю, что Скорее всего Полиция устраивала рейд И вот Троссами Вот так вот Ворвали Раскурочивали Ну, в испанской полиции Я почему-то не удивляюсь Даже, что они так поступили Че пишут? Какая, мать его, красота Просто Вот мы, кстати, были В этом здании Это бассейн Мы оттуда и начинали А сейчас мы вот здесь Мрамор, мрамор Короче, пацаны звонят Они потерялись Надо идти Пацанам на помощь Мой муж Если ты смотришь Этот ролик Мой будущий муж Я не знаю, кто ты Будешь Мы сюда с тобой Приедем на отдых Медовый месяц В каждой комнате Ладно, все, ладно Дима 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 Дима, ты где? Говорят, ребята Что тут, походу, охранник Как он с этим видом Встречал Рассветы и закаты Олег Охранник Так, ребята Рассосались Опять по разным комнатам А я иду вниз Там, говорят Что-то пахнет Охранником О, стульчик Как даже без стульчика На заброшке Боже, тут даже в лифте Нафрен ковролин Ковры, точнее Так, тут тупик Ну, что это за буклетики Вообще здесь лежат такие О Почему тут все на арабском Хотя А может это Может это действительно Арабодом Какого-то Уже судя по масштабам Как раз таки Похоже Так, ладно Забежу лестницу наверх Ладно, ребята Попросили не разделяться Поэтому Я побуду пока здесь Бурда Интернешнл Ну, 50 евро, конечно У них золотые розетки Что? У них реально золотые розетки Вот там, вот в самой этой заднице Вы просто гляньте Где они находятся Они золотые Ну, по золоте Не знаю Золотого цвета Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Вот это я вышла, конечно Как обычно Все, ладно Все, ладно Я движу ее наверх Закрываю эту дверь От греха подальше Мне кажется, охранник сначала вот на том стуле сидит А потом на этом А потом на лифте катается Иду к пацанам Вместе все-таки Как-то Поспокойней Короче Охранник Видел Мы его видели У нас не видел Оставишь ее тут? Да, супер Гениально Мы увидели чувака Или охранник Или полицейский В зеленой шилетке Он нас не увидел Мы пытаемся спрятаться в доме И вот с той стороны у нас выход Нам надо срочно отсюда съематься Иду Я знаю Идем Я еще по-моему Продолжение следует Чего-то Продолжение следует Продолжение следует Всё, с*** пись будет. Давайте кто-то лезет. Пусти-пусти. Держи. Пусти-пусти. Хорошо, хорошо, хорошо. Короче, теперь мы вышли. Мы вышли. Объясняю, что произошло. Чудом нам удалось просто выбежать. Мы выходим туда, там где-то жилетка висит его, оранжевая. А этот чувак в салатовой жилетке проходит, уже в салатовой. В салатовой просто ходит полицаи. И он проходит вот так вот через эту дверь, вот так. Он нас, слава богу, не замечает. Мы понимаем, что мы в доме просто как в западне. У нас нет выхода, кроме как выйти типа через него. Мы прятались в доме около полчаса. И слава богу, мы смогли выйти. Блять. Блять. Ребята, мы очень сильно рисковали. Очень сильно рисковали. Сняли для вас невероятно офигенный дом. Пожалуйста, за это лайк. Подписку, подписку на ребят. Все ссылки я оставляю в описании. Вы не представляете, сколько с меня сошло потов, пока мы там стояли. Мы просто разбувались. Мы ходили босиком, чтобы нас не было слышно по ковролину, по мрамору. И было все громко, и громко, и громко. И мы в итоге просто вышли к этому столу. И в итоге мы просто вышли к этому стулу, который был тогда жилеткой оранжевой. Увидели, что там никого нет в этот момент. И бегом побежали. Просто бегом побежали на выход. С огромной скоростью выписались. И все.